Муниципалитет принимает, не мешает, не уходит из-за того, что короткий через полгода приходит, а ничего нету. А у нас так и не говоришь, что он может присоединиться, я дам рассказать вам. Я понимаю, вот сейчас вы не скажете, мы сейчас муниципалитетом даем нам задание. Мы получили на экономике все сделать. Мы на экономике тоже, у них есть задачи, процессы, которые не каждый может сделать. Давайте прям, как я не знаю, как я не знаю, я не под шапку расписываюсь. Пока очень вообще правда, я точно не стараюсь. А как это, вы прочитаете мелко? Я прочитала, прочитала, коротко написать идею, а потом же ее развернусь. Отлично. Если вы понимаете, как ее развернусь, сейчас только ключевой критерий для выбора, чтобы вы понимали, как ее распаковать. Спасибо. Коллеги, на слух нас с вами поделились. Нам с вами нужно сейчас будет 3-5 тем. Ну давайте 5, да? Какие у нас основные? Это выбрали, это навигатор, создание, да? Потом у нас индекс репутации, создание единоборда от предпринимателей. Вот этот. Так, у нас есть седьмой. Это передать полномочия. Ну эта идея хорошая. Ну как бы мы реализовывается. Ну давайте отметим пока. И у нас шесть с вами. Это реализация господдержки по банковским каналам. Да, единоборда они не сроки. И цифровизация. Еще внизу есть. Да. У нас определилось вот вроде как тут и 5. Цифровизация. Какую возьмем? Вот это что? Наверное вот эту берем. Да 5 нужно с вами будет. Какую возьмем? Вот эту возьмем уже. Ну там 13. Какую еще? У нас еще вторая демекс репутация создается. Да вы сказали сколько надо взять? 5. Ну 6 возьмите как надо. Надо 5. Я предлагаю исключить то, что по брокерам. Потому что в принципе это инструмент есть. Вопрос надо посмотреть. Давайте по-моему порядку поднимем. У нас вторая демекс репутации. Демекс репутации второй по голосованию. Берем его к эту тему? Берем. Все поддерживают? Да, даже он не реализуется. Ну почему? Китайская социальная сеть. Социальный рейтинг в Китае. Так, какой седьмой полномочий, конечно, это хорошо. Ну как это мы будем? Наверное, никак не сможем даже. Почему? Ну не хотят, но оставят. Как и делят. Бюджетный кодекс позволяет. В течение двух лет. Чему не разум? Бюджетный кодекс позволяет это сделать. Берем? Да, берем его. Я думаю, просто не захотят муниципалитетов. Да, еще что такое берем. Можно я приближить? Интересный момент. Потому что у нас есть объединение, которое централизация. А этот пункт для централизации. Вот. Очень важно, что мы будем делать. И минус в чем эта идея. Сейчас отбираем кучу лучших по всей республике. А дальше дадут урок новости по районам. Ну и плюс, и минус условно. Где-то будут из 100 лучших выберут 10. А где-то будут 10 гемеров живых. И им тоже дадут. Давайте в пользу брокеров тогда оставим. Да. В пользу брокеров. В пользу Аина. Вот предложение на левом листе. Кого? С передачи полномочных спец. Муниципалитеты, где галочку и обвести кружочком, где банковские брокеры. Чуть выше. Да, да, да. Вместе обвести. А муниципалитеты говорят не надо. Поэтому там кружочек нет. Я за ровно. Значит, у них деньги нам и все. Все, ладно. Так, что еще нужно взять? У нас распределилось три таких основных. Еще какую возьмем? Я вызвал цифровизацию, потому что сейчас и министерство связи. Ну, а это у нас вот из муниципальных услуги не путинка. Может быть, вот... Это разные истории. Это разные истории. Это государственные муниципальные услуги предоставляют сокращить сроков цифровизации. Это и с зеленым коридором связано тоже. В процессе это можно обсудить. Нет, вы знаете, как с вами? Может быть, вы, например, прощите отчетную парьеру или прощение отчетных дел. Он как бы не набрал много гласов, вы можете его взять? То есть, в лицо можно посмотреть? Я хочу вам говорить. То есть, все туда заходит. Нет, нет. Можно я попробую? Здесь цифровизация во всех сферах государственных муниципальных услуг. Вот частные инстерства связи, а не временно госуправления. Так ли? Ей получается, что это будущее нашей республики во всех сферах. И погруз услуг, и те же бассейны, игрушки, и все эти сферах, и резервы. Смотрите, что закладывалось в этот пункт. Когда мы садим единое окно, все предприниматели ринутся получать меры поддержки. Их, кстати, в 10 раз больше. Те пункты ресурс, которые есть у органов, которые оказываются, они не справляются с этой нагрузкой. Они просто врачи, которые будут строить юридические данные, водополучения, изхватывания, задержки, нужно дать им инструменты, амторитизировать их работу. Ириду. Я тогда бы сразу сферизовался. Я тогда бы сразу сферизовался. Детки, да. Ириду. Так, смотрите, на своем сфере. Раз, два, три, четыре. Еще одну тему какую-нибудь берем? Все, я беру на коридор. Нет, это все сферизации связи. Нет, нет, это разные вещи сферизоваться. Нет, нет, нет. Давайте заперем. Нет, нет, нет. Продолжение ждет, как в Венере, мы должны совершенно официальные вещи здесь написать. Не ловить не то, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, а конкретные мероприятия, которые завтра позволят продвинуться. Симптомизация глобального плотности. Хорошо, давайте формулируем к другому. Афтоматизация процедуры. Давайте успокоимся на направлениях и еще раз напишите. Вот это здесь у нас, знаете, комптомизация внутренних процессов и распределение скульптурных. Вот это понятно. Там же бережливая производство, там же все другие идеи, которые направлены на возможность исполнить в 10 раз больше. У нас, пожалуйста, 4 основных. И все какое-то будем брать? Коллеги, можно вопрос, а почему эксперта-консультанта в районе мало так поддержали, который как раз будет помогать тем, кто ничего не умеет, что-то заполнить? Ну, это просто навигатор. А, подразумевалось, что навигатор, да? Ну, это как одно окно, какая разница он обратится. Сейчас, на самом деле, есть такое вот в районах. У представителей фонда поддержки предпринимательства в каждом районе есть представители, которые консультировали. И он пользуется. Как мы все-то уберем? Зеленый коридор, вот он обратился сюда подберем? К устовому принципу. Зеленый коридор брать не в любой случае нельзя. Это связано с тем же решением производства ВПЦ. Потому что он противоречит всем законам и насильцам. Смотрите, это не юридическая история и политическая. То есть это создание некоторого регламента работы. Это не связано с оптимизацией работы, с каким-то инструментом. Чисто юридический вопрос. Мне кажется, что раз он спорный, надо его про это. Мы только информационную решим, а трудоемкость процесса. Мы с ним сделаем. Так вот и есть биржевое производство для того, чтобы трудоемкость снимать. Оптимизация проводится, эмпровизация университет. Это все про эту историю. Снятие бюрократических процессов. Если я правильно главил мысль, то это зеленый коридор, на самом деле. Это слишком уж преподнести ваку принимающим открытую государственную доступность. А еще какой коридор есть? Если есть зеленый, то значит красный что-то? Смотрите, у нас с вами обучение. Я вас вошел. Коллеги, у нас жесткий тайник. Мы очень долго можем разговаривать с вами. Это хорошо. У нас с вами обучилось пять тем. Первая это создание нового коллегатора. Этого единого окна. Вторая цифровизация. Автоматизация внутреннего суда. Третья это иная репутация. Это создание единого портала предпринимателей и на силу репутации. Четвертое это у нас зеленый коридор. Создание зеленого коридора. И пятое это реализация господдержки по бантиям каналов и единым брокерам. Сейчас с вами нам нужно выбрать, будет те, например, первое, кто будет разрабатывать дальше план реализации идей и так далее. Поднимите руки, пожалуйста. По направлению регионатора. По аудитору. Вот эту тему. Кто будет сейчас выбрать дальнейшую проработку? А можно еще раз попросить представителей? Мы сейчас одну тему выбираем, а не несколько. Что? Мы сейчас сможете выбрать одну тему или несколько? Одну. Одну тему, кто берет дальше проработку. Ясно экономить. А можно попросить все-таки группу раскрыть, что туда заложено? Ну что, выиграть? Можно я раскрываю? Смотрите, сейчас кранг постараюсь. Что мы сюда закладывали? Сейчас разные министерства оказывают меры поддержки. Чтобы предпринимателей понять, что получить, нужно обойти всех. Соответственно, родилась идея, что нужно какое-то единое место, где можно узнать о всех мерах поддержки и кучей. Это может являться некоторый сайт, портан на котором получать. Это может являться голосовой помощник для предложения. То есть клон государственного органа, который для каждого предпринимателя, в зависимости от того бизнеса, как говорит, что сделать. Это горячая единая линия. То есть это объединение всех министерств в некоторое одно место, где можно узнать о всех мерах поддержки и кучей. А форма какая-то, может быть, сайт, телефон, электронный еще что-то, чат и так далее, это уже вопрос реализации. Форма реализации, да. Спасибо. Первое. Давайте, кстати, сейчас нам нужно определить, кто будет разрабатывать какую-то. Поднимите руки те, азану кто будет. Я руки считаю. Кто за создание навигатора? Так, раз, два. Одну только можно. Одну. Выбираем одну. Раз, два, три. А, так, один, два, три, четыре. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас зашло... Ни си, что вы, я понял. Это участник, я хочу определить. Смотрите, мы с вами обидели пять тем. Сейчас этих пять тем, в зависимости от тех участников, кто хочет дальше с ней работать и накидывать, так скажем, идеи. И прямо план. Вот так сказать, другой бы. План, да. По реализации вот этой данной идеи. То есть дальше пойдет работа конкретно, с конкретной идеей. Кто за первым? Давайте еще раз. Во всем хочется включать. Я первый предложил, и последний. Надо за одного уставать. Вы не взорвете. Ну да, разу на критер. Если вы не взорвете. Так, здесь 8 слов. Цифровизация, автоматизация внутренних процессов. Один, два, три. Внутренних процессов власти. Исполнения. Процедура оказания. Так, позвоните. У вас должен принимать. Репутацию. Кто хочет здесь поработать? Молодец. Нельзя. Так, по зеленому коридору. Кто хочет поработать? Тоже хочется. Тоже хочется. Так, один. Кто вставал на 6? Одного же можно приобретать. Так. И у нас с вами остался реализация господдержки по банковским каналам. Идите с уроками. То есть ты же хочешь себе кричать? Да у нас же как-то это. Проголосовать только? Нас 20 человек. Кто не проголосовал? 12 человек только проголосовали. Запад. Фотографировал. Узову. Кто хочет. Записывался. Поработал. Здесь же был комментарий, что это реализовано. Почему? Вы выбрали. Еще раз обсудили. Решили взять. Один из вас. Коллеги, по-другому можно спросить. Кто готов идти реализовывать? У вас вот пять проектов, за которые вы проголосовали. Кто на себя берет ответственность? Понятно, что тут прозвучала ответственность за свою идею. А вот там остальные идеи голосовали, в том числе и предлагали. Кто сейчас готов проголосовать? Все зависит от того, что в себя проезжает. Вот эта проработка и так далее. Что нам делать? Расскажи нам, что будет дальше. Чтобы люди поняли, что делать. То есть нам нужно будет каждой у людей, которую мы с вами выбрали, разработать механизм реализации этой идеи. Вот что нужно сделать в первую очередь? Вот представьте, что вы, например, проектная группа, которая разрабатывает эту идею, да? И вам поручили ее разрабатывать механизм реализации этого проекта. Ваша работа. Все верно. И как будто у вас все есть, помощь от органов власти есть, все законы. Но что нужно сделать? Нужны, например, основные этапы реализации этого проекта, которые выбрали. То есть что вы должны сделать? Какие ресурсы должны сделать? Мы не можем это приобщать даже делать. Приобщать. Более того, я напомню, что прозвучало с утра, через полтора-полторы недели, Совет у президента, при президенте, есть возможность... Кто будет выступать? В пирамиде сейчас мы должны, видимо, решить. Ну, кто боится? Мы говорим. Желание стало меньше. Смотрите, у нас с вами кто-то не проголосовал. Кто не проголосовал, скажите пожалуйста. Я не проголосовала. В какую ты хочешь? В какую тему поработать? Кто еще не проголосовал? Я хочу в первую. Вы тоже. Я не проголосовал. Но вопрос в том, что здесь везде вы записались. Я знаю, что все так нормально. Но, в мое личное мнение, что если мы сделаем только это, то решение ситуации не поменяем. Мне кажется, сегодня у нас проблема по взаимодействию бизнеса и власти, в том, что бизнес боится засветиться, боится выйти наружу, боится показать себя. Можно зеленый коридор в этом контексте рассматривать. То есть, можно не говорить, что это задеги получить быстрее. Можно же говорить о том, что создаются инструменты, то, что вот она открылась, то, что это публичность. То, что это командная история. Индекс репутации про это. И индекс репутации тоже про это. Да, репутацию. А можно вопрос? А вот про индекс репутации. А будет ли какая-то броня у тех, кто в этой репутации вверху находится? Что такое броня? Ну, защита, да, от каких-то... Какого-то излишнего внимания, потому что прозвучала очень правильная мысль. Ну, она ключевая, она для всех регионов сверху важна, сверху актуальна. Потому что бизнес знает, что как только ты высунулся, ты голубы и отрубут. Это сильно, поэтому, кстати, это обратная сторона. А почему не активно идут за поддержкой? Потому что нужно обелять свою бухгалтерию. И все готовы это делать. И все готовы идти как раз вот к корпорациям, именно потому что нужно открывать свои данные. Далеко не все на это готовы идти. Здесь тоже такой момент, как создать вот ту среду, где это будет возможно. Но вообще за вот это предложение было не отчетованием, а от бизнеса. Вопрос, вопрос. А можно это сделать в какой-то песочнице, в каком-то безопасном режиме, где это проэкспериментировать? Ну то есть и включить это? Кто даст гарантии? Ну вот кто даст гарантии? Ну может быть гарантии как раз на совет все эти вынести? Что нужны гарантии? В чем они располагаются? Можно попробовать просто на более маленьком сегменте пока попробовать. Взять сейчас самозайн новая тема и сделать... Ну как бы пока мы не объединяем, пока мы знаем что-то с этим... А что ты все на попутных кроликов записала за вас? Если там неинтересно, то там место барсов не будет. Коллеги, смотрите, нам нужно продолжать. Дискуссия это хорошо, это всегда работает. Но нам с вами нужно. А может быть мы ограничим для каждой команды? Потому что 8 человек сейчас очень сложно поработать. Может быть сделать, например, 5 человек в каждую, и все должны распределиться. Ну, по мере своих там аспектов. Давайте тогда выберем, если у нас только вот две темы. Все все-таки про цифровизацию, когда-то не единого окна, навигатора. Может быть тогда взять вот эти две темы и разделиться просто по командам и ее проработать? Мне кажется, не надо забывать. Вы какие? Мы все, что все синхроны. Что будет механизм придумывать? Вот у нас кровь, вот единственный человек. Я тоже хочу. Мне тоже хочу. А что там придумывать? За деньги получаешь? Я не критикую. Я не критикую. Все придумала. Статистику там надо продвинуть. А может этот беременный придурок все может проработать вот эту идею? Помимо создателя этой идеи? Нет, туда прорабатывать нечего. Не критикую. Все услуги описаны в бодрце. Град, бодрце, строительство. Там нет в качестве мерилы, скорости оказания услуги. Платы. Там вообще прописан, что она окажется безвозмездно. Это коробство, но старство на уровне. Давайте, значит, так. У нас, мы берем, давайте, две темы возьмем. Нет, нет, погодите. Третью тему ушло. Зеленая тема. Зеленая тема. Статистический отчет. Можно было очень быстро за деньги. Никакой коррупции. В СОО и САГД тоже опеченье университет. За ускорение? Да, пояс. Коллеги, давайте, допустим, все относительно много, давайте выберем вот эти две тела и разделимся. Давайте вот цепарализацию уберем, а потом дедак. А это может быть, это вот портал, это вот, единый портал предпринимателей. Вы же предлагали? Да, вот. А что вы не беретесь? Цепарализация? Да, полно уже. Старать ему мне интересно. Да? Я лучший эксперт во второй тесте. Я думаю, давайте разделимся. Да, давайте разделимся. Что вы нам скажете? Понятно. Значит, у нас с вами 10 человек. Остальные... Кстати, есть же у нас такая, на самом деле, оценка предприятий? Вологовы. Все остальные, кто не пропустовал, когда... Какие остальные? Других тем, кто тогда переходит за цепарализацию. Хорошо? Нет, шестер. Я предлагала один, который поддерживал свой последний. Да, поэтому я предлагала первый одинаковый. Единаковый? Да, прошу вас. А у вас будет тоже одинаковый. Давайте мы с вами сейчас... Знаешь, Айка, я что предлагаю? Раз на первых многое, я предлагаю сделать две команды, которые независимо будут прорабатывать. Как сделать? Вы просто не думали, что это 10 человек на 5, на 5, на 5. Мне жалко, что индекс репутации никто не взял. Я, ну вот сейчас проговорили, а потом проголосову было за 2. Сколько у вас? Где у вас? Где у вас? Осталось только огоменение. Айда, предлагаю вот три пункта и заново голосовать, но начните с индекс репутации, цифровизации и аппетит. Чтобы три хотя бы разобраться. Давайте, я вам вообще за. Кто голосует за индекс репутации? Кто голосует за индекс репутации? Вы поднимайте руки. Только только разрабатывать индекс репутации. Сделайте, возьмите одну сферу, возьмите одну отрасль. Смотрите, все тогда берем, у нас время, мы не сможем... На первую третью рассчитайся. Да, на первую третью, все верно, Виктор. Первая значит как навигатор, вторая цифровизация, третья индекс репутации. Давайте, начинай. Второй. Ну какая разница? Первый. Первый, второй. Ну давайте, мы с вами вредим. Второй. Ну так нельзя. Давай, начинай. Нет, так нельзя. Это всего лишь говорит о том, что те, те, которые учатся в репутации, у него вошли. Человек не хочет участвовать в том, что он не прилагал, но неинтересно. У вас командная работа, у вас нет единичной, у вас командная работа, вы собрались и две команды работы. Если индекс репутации кто не берет, то берем давайте. Нет, смотрите. Нас считают здесь экспертами, давайте проверим экспертность и попробуем разобрать, не с точки позиции нам это нравится, а с точки позиции мы должны эти вопросы решить. Исходя из этого, неважно в какой группе мы сейчас окажемся. Наше мнение будет важно для того, чтобы разработать все такое. Поэтому мы предлагаем поделиться просто на реакциях. Первый, второй, третий. Начинаем. Первый. Второй. Третий. Первый. Второй. Третий. А что мы пропустили? Могу сзади. Второй момент. Первый этап у вас. Хорошо. Давайте дальше продолжим. Второй. Что нет? Третий. Первый. Первый. Второй. Третий. Первый. 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 Второй. Третий. Вот кто не голосовал. Сейчас с вами садитесь с полугругом первые с первыми, вторые со вторыми, третьи с третьими. Давайте ускоряемся. Бросаешь? А что там на грехе нету? Где третий? Где второй? Давайте в первый еще, да? Первый и второй. Я там ничего не умрую. Вот сюда. Второй здесь. Второй. Второй.